20 лет Зейдин Вали Ахметов не выпускает из рук истылей. Одна нога у него атрофировалась, поэтому даже по квартире он передвигается с трудом. В 76 лет мужчина знает конституцию Татарстана на зубок. Говорит, иначе в правах бы его ущемляли уже давно. Я расстрелял бы всех, начиная от самого главного. Согласно индивидуальной программе, которую выдали ему медики, бесплатное лечение он должен получать два раза в год. Но обещания остались только на бумаге. Пенсионер рассказывает, что в реабилитационном центре за шесть лет он был только пять раз. А последнее время его заставляли платить. За один курс лечения почти пять тысяч рублей. В 2015 году мне ничего не дали. Не предоставили ни разу. Сказали. Когда я начал изучать, спрашивали, почему. Положили мне два раза в глаза. Хотя бы раз. Очередность большая была. Ответили. Очередь не дошла. Чтобы восстановить справедливость, пенсионер начал писать жалобы. В них требовал пересмотреть постановление Кабмина, в котором указано, что лечение инвалид может получать только раз в два года. Сегодня дело слушали в Конституционном суде. Правда, без главного участника. Зиедин Валиахметов просто физически не смог добраться до суда. Предоставление социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в Республике Тарасан, утвержденного постановлением Кабинета министров по своему содержанию и Конституционному правовому смыслу не отменяют, не умоляют и иным образом не нарушают Конституционные права граждан, в том числе заявителей. Таким образом, жалобу инвалида оставили без изменения. Вопрос о том, почему у инвалида требуют деньги за реабилитацию, сегодня остался без ответа. Несмотря на сегодняшнее решение суда не в пользу заявителя, мужчина будет отстаивать свои права и обращаться за помощью в высшие инстанции. Он уже намерен писать повторную жалобу в Конституционный суд России.